Поддержка программы «Особое мнение» Кировский кирпичный завод. Фундаментальный взгляд на строительство. Главное в строительстве. Надежные поставщики. Каждая сэкономленная минута – это критерий качества нашей работы. Кировский кирпичный завод. Верный и ответственный партнер на пути к вашей цели. Киров, Луганская, 59. Телефон 761-500. Особое мнение. На 101FM. 13.06 в Кирове. Начинается программа «Особое мнение». У микрофона работает Светлана Занько. Своё особое мнение сегодня высказывает член регионального штаба Общероссийского народного фронта, руководитель рабочей группы по контролю за ремонтом дорог Константин Сичихин. Костя, добрый день. Добрый день. Член общественной палаты Кировской области. Член общественной палаты Кировской области. Безусловно. На первом месте сейчас, да? Да, сейчас больше, наверное, на первом месте, потому что есть вопросы. Ясно. Но разберёмся этих вопросов позже, не в этой программе. Сейчас я бы хотела начать с тобой разговор с крушением самолёта саратовских авиалиний. Я вижу сообщение на РБК, что оренбургские власти ищут авиакомпанию, которая хотят передать рейсы, частично рейсы, конкретно касаются они направления Москва-Орск, хотят заменить авиаперевозчика в связи с авиакатастрофой, потому что самолёт летел как раз в Орск. И сейчас очень много комментариев и по самому крушению лайнера, и по тому, как вообще власти Российской Федерации отреагируют на эту ситуацию. В частности, мы пытаемся выяснить, например, как будет реагировать наш аэропорт Победилово и наше правительство на эту трагедию официальной позиции властей пока мы не знаем, не видим, как это скажется на работе нашего аэропорта, тоже пока не понимаем. Но ждём. Запрос отправили. Тебе вопрос. После того, как ты получил эту информацию, ты сам летать собираешься нашими самолётами? Понятно, что я собираюсь летать. Как без этого? Нашими, не нашими. Всё равно летать надо, приходится. И всё-таки по всем статистикам самый безопасный транспорт – это авиатранспорт на сегодняшний день. Но ты знаешь, что этот конкретный самолёт вылетал из Победилова в Москву буквально на конкур. Ну, может быть, я на этом конкретном самолёте и летал в своё время. До Нового года я летал на саратовских авиалиниях и неоднократно. Так может, я и летел на этом самолёте когда-то. Потому что тут говорить, как бы, да, они летают. Но надо понимать, что АМ-148 – это самолёты, которые производятся на Украине на сегодняшний день. И, как я понимаю, даже согласно информационным источникам, этот самолёт с 2015 по 2017 год… Украина детали поставляет. Да, Украина поставляет детали. И этот самолёт, он просто-напросто не эксплуатировался из-за нехватки запчастей на сегодняшний день. И вот в 2017 году к этому самолёту каким-то образом где-то нашли запчасти, хотя неизвестно как. И он полетел. Вопрос, надо ли их эксплуатировать, либо не надо эксплуатировать. Ну, на мой взгляд, надо прекратить совсем эксплуатацию АМ-148 в России. Только по той причине, что это не, как бы, первый случай такой, с таким происшествием, да, с гибелью. Ну, второй случай с гибелью людей, происшествия в России. И уж не первый случай, когда не просто-напросто садились то на одном двигателе, то с какими-то поломками. Из последних случаев, опять же, связанных с Кировом. Это случай, который, когда из Кирова в Симферопор летел самолёт, и тоже АМ-148, и тоже саратовских авиалиний. И по пути у него что-то произошло с двигателями, и он приземлился в аэропорту Саратова. Это было не так давно, это было осенью. Вопрос, этот, не этот самолёт ещё был. Вот вопрос. Сейчас поступает противоречивая информация. С одной стороны, в Фейсбуке выкладываются сообщения, что именно этот борт ремонтировался буквально накануне вылета трагического. В частности, Максим Оленичев, представитель команды «29», наш коллега, он юрист и журналист, сообщал, что откладывался его вылет в связи с тем, что его ремонтировали. Правда, эту информацию не подтвердили. Как раз Победиловы мы по этому вопросу смогли получить комментарии. Они не подтверждают, что самолёт ломался и его ремонтировали. А люди пишут, что да. Сейчас о многом все будут молчать просто-напросто. Это всегда было и будет. И мы правду с вами практически узнаем только, когда будет выражено экспертное мнение на сегодняшний день, когда проведут какие-то экспертизы, из-за чего данный самолёт упал и упал при взлёте практически на второй минуте своего полёта. Это, конечно, разбираться сейчас с экспертом в данной ситуации. Как ты считаешь, необходимо ли правительству Кировской области и аэропорта Победилова сформировать свою позицию и озвучить по поводу этих самолётов? Это, конечно, необходимо, потому что правительство области очень сильно отставило данную авиакомпанию. Мы об этом неоднократно говорили в студии и везде. И на сегодняшний день я считаю, что они должны незамедлительно каким-то образом выразить своё мнение по поводу данного происшествия, данной авиакомпании. И насколько на сегодняшний день данное правительство доверяет этой авиакомпании. И всё-таки она перевозит жителей Кировской области, при том существенно, как бы большое количество. Каждый день от самолёта летают. Надо напомнить, что авиакомпания предлагалась именно, позиционировалась как альтернатива авиакомпании Победы, а да, с максимально дешёвыми билетами, по сравнению, например, с тем же Рослайном, который осуществляет рейс тоже в Москву. По сравнению с... По крайней мере, мы в своё время отказались от новых самолётов Победы, да. И взяли, по крайней мере, ну, не совсем старые, но поношенные, как бы, самолёты авиакомпании Саратовской авиалинии. И мы видим сейчас, на сегодняшний день, что происходит. Либо самолёт не долетает с задержкой, либо он совсем задерживается, либо, как вот сейчас, произошла такая трагедия в Московской области при взлёте самолёта. И в данной ситуации, конечно, надо либо менять авиакомпанию, либо совсем прекращать её полёты. Ну, надо более жуще реагировать на такие случаи, потому что это жизни людей в данной ситуации. Ты ждёшь, ты ждёшь, что наше правительство должно высказать какую-то свою... Я жду, конечно, конечно, я жду, что будет какая-то жёсткая позиция по этому поводу и со стороны нашего правительства области, и со стороны Министерства и Транспорта, и Министерства Транспорта Российской Федерации по поводу не только этой авиакомпании, совсем данного случая, да. Всё-таки, ну, надо понимать, что самолёты Ан-148-е, это самолёты, произведённые на сегодняшний день в стране, которая не ровно дышит к Российской Федерации. Ты диверсия опасаешься? Ну, я не буду говорить, там, диверсия, не диверсия, просто самолёты на сегодняшний день, они очень плохо эксплуатируются, только по той причине, что мы с вами ранее сказали, что все запчасти, они поставляются, должны поставляться с Украины. И в данной ситуации мы можем только одно констатировать, что такие самолёты, и правильно, что авиакомпания Саратовская авиация прекратила на сегодняшний момент эксплуатацию данных самолётов. Да, они заявили сегодня об этом, приостановили. Да, приостановили, что давно, ну, как бы, чтобы такие случаи не повторялись, а они уже идут с такой частой периодичностью, эти случаи. Ну, эксперты вообще говорят о том, что в отрасли авиаперевозок в Российской Федерации давно назрела такая достаточно тяжёлая ситуация, и мы не на лучших позициях в мире по безопасности авиаперевозок. Ну, всё возможно, как бы, эксперты, на то они эксперты, чтобы говорить какие-то выводы, на то они специалисты в этом плане, да. Наверное, есть какие-то проблемы, которые надо решать не только как людям, но своими жизнями на сегодняшний момент, но и политикам, и министрам. Тут такое совпадение просто получается направлений. С одной стороны, есть чёткое понимание того, что авиаперевозки в Российской Федерации необходимо развивать. Страна очень большая, и мы видели в последние годы усилия правительства Российской Федерации, и авиаперевозчиков направлены на это. И в то же время вот к самолётам, которые летают на внутренних авиалиниях. Много претензий. Ну, претензии есть, но надо, надо, надо. Отрасль всё равно эту надо развивать. Да, конечно, не такими ситуациями, не такими случаями, да, но её надо развивать, потому что весь мир стремится к полётам, чтобы быстрее перемещаться с одной точки в другую точку, чтобы быстрее получать какие-то там сведения, видеть своих родственников ещё каким-то образом, да. И я ещё раз хочу повторить, что авиаперевозки — самый безопасный вид транспорта просто по-прежнему, да. И никто вот это не говорит, что да, случай произошёл, и вот такая трагедия в нашей стране на сегодняшний день. Скажется ли, это как-то на работе нашего аэропорта победило? Упадёт ли пассажиропоток? Тут я, ну, понятно, что кто боится, тот опять не полетит, опять будет переживать, либо поменяет самолёт, либо сядет на поезд и поедет поездом, либо на машине, да. Тут как бы вопрос банальный, просто на сегодняшний момент нашему, как бы, Министерству транспорта надо решить, всё-таки будет победила работать с этой авиакомпанией, либо не будет дальше. И готовы они заботиться о жителях города Кировской области, да, и ближайших регионов, кто летает через наш аэропорт, либо всё останется так, как есть. Напоминаю, что вы слушаете особое мнение Константина Сичихина, члены Общественной палаты Российской Федерации. Мы сейчас проезжаемся буквально на полминуты и перейдём к пресс-конференции, которая прошла в минувшую субботу по поводу движений по делу Никиты Белых, экс-губернатора Кировской области. Напомню, Екатерина Белых и адвокаты Грохотов и Берман посетили наш регион в субботу. Продолжаем разговор. Это программа «Особое мнение». Константин Сичихин в студии нашей радиостанции. Мы говорим о визите Екатерины Белых, адвокатов Грохотова и Бермана, который состоялся в минувшую субботу. Они приезжали в город Киров, и был собран материал для фильма об экс-губернаторе Кировской области, и проведена пресс-конференция. В комментариях в сети все чаще встречается вопрос, зачем, собственно, Белых Екатерина приезжала, что она тут делала, и даже что забыла в такой вот интонации. Ты понял идею этого визита? Так я тоже с ними согласился, с всеми комментаторами, а что же здесь сделала Екатерина Белых, и для чего она сюда приезжала. Рассказать о том, что сейчас происходит, и что линия защиты будет делать, ну да, замечательно. Так это пресс-конференцию они давали и раньше, да. Поговорить здесь с жителями, или рассказать о ситуации с жителями Кировской области, и соболезновать им каким-то образом, да. Так извините. Ну не знаю, вот для меня, например, вот эта пресс-конференция, она осталась какая-то двоякой, незавершенной, можно так сказать, да. Что ты хотел бы услышать, например? Какие вопросы, получить ответы? Так, вот я совсем, вот мое личное мнение на сегодняшний день очень банальное, как бы есть суд, который решил, вынес решение по этому уголовному делу, да. Кто прав, кто виноват, пусть суд и решает на сегодняшний момент. Если суд отклонил одно из обвинений в данной ситуации, значит, факты были не доказаны по этому поводу. Если два факта доказали, значит, на том мы и живем в правовом государстве. Вот. А то, что Екатерина Белых здесь была и провела большую пресс-конференцию со СМИ, ну, значит... Доказали один факт суд принял? Нет, три, два. Ну, говорят, два. Я читал про два. То есть по одному был отказ? По одному был отказ, два доказали. Вот. И в данной ситуации, ну, ситуация, она такая, как и есть. А вот для чего приезжала? Вот я тоже хотел бы спросить, а для чего она сюда приезжала? Для чего это была пресс-конференция? Если кто-то мне может по этому поводу рассказать, потому что я очень... Я этот вопрос задавала на пресс-конференции, которую сама же и модерировала. Это был первый вопрос, который был задан. И Екатерина, и адвокаты совершенно четко пояснили, что, собственно говоря, с какой целью приезжали. Прежде всего, было привезено письмо Никиты Белых. Ты его читал? Читал. И второе, значит, мы сейчас тоже поговорим на этот счет. И второе, Екатерина Белых четко сказала, что она хочет дать... Я сейчас не цитирую, излагаю своими словами, что она заинтересована в том, они заинтересованы в том, Никита Юрьевич в частности, чтобы люди получали информацию из разных источников, а не видели ее только однобокой, поданной, например, тогда, когда был только арест. Что есть множество факторов, которые не учтены, например, следствием, как они считают. И что очень важна поддержка для Никиты Юрьевича, важна поддержка Кировчан. Сам Никита Юрьевич в своем письме написал, что главная цель, которую я перед собой ставил, это уже цитата в работе, сделать жителей области и предпринимателей соучастниками конструктивных процессов, происходящих в регионе. Вот все замечательно, как бы сказано, все замечательно. Кому охота, как говорится, понять всю ситуацию, положительную и отрицательную, то, по крайней мере, во время процесса был создан телеграм-канал Никиты Юрьевича Белых, который подавали всю информацию. Кто бы хотел почитать, что там происходило и каким образом, то здесь недолго зайти в мессенджер и подписаться на этот телеграм-канал. И тогда можно получать, как говорят, и ту информацию, которую подает СМИ, и информацию, которую подавали уже источники защиты Никиты Юрьевича Белых в данной ситуации. Я как бы читал и там, и эту информацию читал. Для меня как бы вся ситуация, она понятна. Одни придерживаются линии защиты и защищают свои интересы человека, который обвиняется в рамках уголовного дела, а в СМИ показывают ситуацию, так как им, как говорится, интересно ее показать, эту ситуацию на сегодняшний день. И обвинять кого-то, либо говорить кому-то, что тут для жителей Кировской области не доносят правильную информацию, это, я считаю, несущественно, только по той причине, что кто хотел, тот мог получить информацию с разных источников и эту информацию прочитать. А вот по поводу, а вот по поводу того, что там Никита Юрьевич в свое время хотел бизнес, как говорится, наладить Кировскую область, улучшить ее. Ну, есть, вот я в данной ситуации люблю, как говорится, говорить плюсы и минусы. Плюсы Никита Юрьевича мы все знаем, по крайней мере, он был одним из тех губернаторов, который был открытый губернатор, на мой взгляд. Это программа по ПМИ, которую он, как говорится, начал, и он ее очень успешно, она и работала, и работает до сих пор. Рассчитанное на вовлечение как раз населения и бизнеса в управление. По поводу бизнеса, ну, я не вижу, что мы за время, пока Никита Юрьевич был губернатором, что у нас бизнес расцвел в Кировской области, и не знаю, мы тут зажили, как, примером, там, в Татарстане, либо еще в каких-то более-менее, более благополучных регионах, да. Тут это все двояко. Давайте будем делать плюсы и минусы, как говорится. Есть плюсы, есть минусы, да. И на сегодняшний день говорить, что при Никите Юрьевича было все так замечательно, а вот тут так, я говорю, Владимир Ильич пришел, и что-то стало плохо, да. А кто так говорит? Ну, это вот так говорит Екатерина. Где это сказано? Ну, это я ее понимаю, ее посыл таким образом. То есть ты так понимаешь? Ну, я такой посыл понимаю. Что она противопоставляет предыдущего и нынешнего губернатора? Конечно, конечно. Это я-то понимаю. Я говорю, я так понимаю, да, этот посыл, потому что она начинает говорить, что вот смотрите, как все было замечательно у вас, и начинает нам соболезновать по поводу предпринимателей, которые пришли к нам в область. Она сказала по поводу НАУ только, предпринимателей Зотхамера. Да, но эти предприниматели пришли париком. Не сами по себе они сюда пришли. Их кто-то сюда попросил, и на основании чего-то они сюда пришли работать. Вот. И по этому поводу мы можем с вами долго сейчас дискутировать, да, было ли хорошо, было ли плохо, да. Но есть суд, который вынес решение. И мы живем в правовом государстве. Еще будет апелляция? Ну, посмотрим. Ну, то есть вот эта вся деятельность достаточно активная. В соцсетях, которую ведет жена бывшего губернатора Кировской области, тебя не вдохновляет, не впечатляет? А вот, знаете, я даже не могу относиться к жена губернатора Кировской области, бывшего губернатора Кировской области. Мы Екатерину Белых увидели с вами, когда начался процесс. До этого мы не знали, кто такая Екатерина Белых, откуда она взялась, и была ли она раньше в области. Да не была. Она сама подтверждает, что раньше она сюда бы не приезжала. А мы сейчас все ее называем жена бывшего губернатора Кировской области. Ну, давайте будем реалистами в данной ситуации. Надо вопрос задать, а как так она, откуда появилась-то совсем? То есть у тебя... У меня много вопросов. Ты не веришь. Я не верю. Я не верю в эту историю замечательную, о которой нам рассказывают СМИ, о которой нам рассказывает Екатерина Белых на сегодняшний день, о любви или еще о чем-то. Просто-напросто. Ну, я не верю. Не происходит все так просто. Окей. Все-таки письмо Никиты Юрьевича Белых ты читал. Ну, вкратце. Часть его я процитировала. Еще одну цитату выдам и попрошу твоего комментария. Очевидно, что в условиях объективной нехватки ресурсов Кировская область не имеет богатой ресурсной базы. Сложно рассчитывать на то, что власть сможет сделать жизнь граждан лучше без вовлечения в этот процесс населения и бизнеса. Для меня важно, пишет Белых, чтобы жизнь и благополучие граждан зависели не только от власти, но и от самих горожан. Их активность и вовлеченность в созидательные процессы неравнодушие. Я буду рад, если мои начинания в этом направлении будут функционировать. Как нынешние власти, ты считаешь, работают над вовлеченностью? Ну, проект по ПМИ ты как оцениваешь? Это один из проектов, который... Я еще раз говорю, это вот один из тех проектов Никиты Юрьевича, который я оценивал на пять с плюсом, да, который должен жить как говорится, вовлек в себя не только бизнес на сегодняшний день, но и вовлек и активность граждан. И граждане в него поверили, а он начинался очень плохо. Потому что все помните... С трудом. Да, очень с трудом, потому что люди не верили в этот проект, что можно изменить что-то на своей территории. Видишь ли ты определенность с позиции губернатора Васильева по ППМИ? Ну, по крайней мере, проект жив, проект работает. Как он будет работать в этом году, покажет время. Нет, я спрашиваю про определенность позиций конкретного человека, Игоря Владимировича Васильева по ППМИ. По ППМИ, получается, да. Она есть или нет? Она есть. Какая? По крайней мере, Игорь Владимирович сказал, что проект, он жив и будет жить. Он сказал, что в этом году. Ну, в этом году. То есть тебе достаточно этого? Ну, пока он живет, этот проект. Дальше посмотрим. Я не могу сказать, какие позиции сейчас будут в дальнейшем по этому проекту у Игоря Владимировича. Окей, тогда вырази свою позицию. Один, еще раз говорю, я говорю, что данный проект я отношу как пять с плюсом. Это очень замечательный проект на сегодняшний день, который должен жить, пусть без разницы, в каком форме, но мы должны вовлекать граждан, чтобы они осознавали, что та территория, на которой они живут, они должны заботиться о своей территории, при этом привлекать бизнес, чтобы граждане были активные. Для этого был создан этот проект, и он очень... И не важно, кем был он создан. Без разницы. Давайте не будем смотреть на кто, что создал, и потом это все топить. Все хорошие, замечательные проекты, которые были созданы, без разницы, там, Никита Юрьевич и еще кем-то, они должны работать, потому что они, во-первых, работают на благо граждан и Кировской области. И для этого, без разницы, по чьим именем эти проекты будут, для меня как бы не имеют веса. Главное, чтобы это было на благо граждан Кировской области. Продолжаем разговор. Это особое мнение. Константин Сечехин, член общественной палаты Кировской области, его выражает сегодня здесь. Депутаты ОЗС, чиновники правительства, активисты Слободского района объединились в рабочую группу по вопросам строительства полигона в Осенцах. Об этом ты рассказывал в нашем эфире буквально вот недавно, совсем на днях. Да, да. Ты говорил, что работа совместная пошла. Что это вселяет надежду, что вопрос будет разрешен к всеобщему удовлетворению. И тут 9 февраля, в минувшую пятницу, организация Среда обитания, которая заявляет, что объединяет активистов, в том числе и Слободского района, провела свою пресс-конференцию, где в частности рассказала, что в проектах САХА, которые занимаются строительством полигона, этот проект не был изучен активистами, не был и не изучен сейчас, что люди все еще против, их не слышат и так далее. Все это изложено на портале 7 на 7, достаточно ясно всем интересующимся. Вот туда, пожалуйста, дорога. Можете прочитать, там очень коротко и внятно вся история описана. Как ты можешь прокомментировать такую разноголосицу? Кому вот верить в данной ситуации? Потому что активистов как-то очень много разных. Я когда здесь был, я вам говорил, почему я туда пошел, вступил в эту рабочую группу, для того, чтобы понять, потому что есть среда обитания, есть люди, которые постоянно говорят, мы против, 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 против. А почему против? Я им задаю вопрос. Они говорят, вот против этого, против этого. Я говорю, хорошо, вы пытаетесь добиться, ответ получить на свои нет. Они говорят, да, но нам вот так не отвечают. Так извините, опять же, мы живем в правовом государстве. Идите в суд. Это неоднократно мы с ними об этом разговаривали. У них есть группа ВКонтакте. Я им об этом писал. Я говорю, почему вы только можете говорить, что мы против, но вы не идете, не заказываете свою правоту в рамках судебной. Что отвечают? Говорят, ничего, молчат. Вот сейчас только вот недавно, когда мы с ними начали прямой диалог, они стали говорить, и вот на последней пресс-конференции они наконец-то, я услышал от них слово, что мы пойдем в суд, что нам не хватает там финансов. Финансов? Ну, они про это говорят. А на судебные издержки? На судебные издержки, да. Ну, там, ну, не надо госпошлине платить. Давайте не будем врать. Если вы, вы говорите, у вас много экспертов, у вас много там экспертов, юристов, так дайте клич. Я думаю, что найдется юрист, который вам поможет написать исковое заявление, если вы считаете, что ваша позиция права на данный момент. Но почему-то среда обитания до сих пор не пошла в суд, доказывая свою точку зрения, да, а только пытается доказывать свою точку зрения за счет пресс-конференции, за счет того, что она постоянно говорит, их никуда туда не пригласили, сюда не пригласили. И постоянно пытаются говорить о тех фактах, которые уже давно просто-напросто опровергнуты и министерством. Каких, например? Ну, связаны с этими же озерами, прудами, которые там вода стоит, да. Уже давно по этому поводу пойти в пруду. Наличие водоема, которые пользуются жители, они говорят. Ну, давайте, ну, какие жители там пользуются, кто там купается? Сейчас прервемся, прервемся на полтора минуты. Покажите мне хоть одного человека. Продолжим с этой историей, с Константином Сичихиным, его особое мнение на волне нашей радиостанции. Особое мнение на 101FM. Особое мнение Константина Сичихина. Слушайте вы сейчас. Член общественной палаты в гостях у нашей радиостанции. Мы продолжаем разговор о полигоне ТБО в Осенцах, который строится. И странные ощущения такие возникают. С одной стороны, создана рабочая группа, куда входят активисты, в том числе и Слободского района. И они были у нас в эфире на прошлой неделе. И есть организация Средообитания, которая заявляет, что власти мало делают в отношении их запросов, что они не видят проектной документации, что они не получают ответы на свои вопросы, и что полигону там быть нельзя. Вот я бы хотел просто-напросто сейчас сказать, чтобы все радиослушатели слышали и понимали, потому что Средообитания, ну, с моей точки зрения, она просто-напросто врет со своей позиции. Только потом почему? Только по той причине, что они пытаются донести информацию только отрицательную, а по крайней мере, вот в эту субботу, представители Средообитания, это тот же товарищ, который был, Ситников Александр, который проводил вот эту пресс-конференцию Средообитания, он присутствовал при внеплановом выезде рабочей группы на полигон Осенцы, где были выявлены недочеты. Недочеты по хранению материала. На то был составлен... Строительного материала. Ну, там, специального материала, который требуется для полигона. На это был составлен акт общественной проверки, да, и об этом было сказано заказчику, то, что есть нарушения, да. Но почему-то Александр Ситников про это молчит в своей там в группе ВКонтакте, они же не размещают эту информацию, что они совместно с рабочей группой выехали, с представителями, с руководителем рабочей группы, тоже с представителем среды обитания, с Вершининым Виктором, да, и про это просто-напросто умалчивают. Они молчат почему-то, что ихний представитель был в спецавтохозяйстве, когда рабочая группа изучала проектную документацию, задавала все вопросы. Это было там порядка двух недель назад, да. Ихний представитель среды обитания присутствовал. Да, не было Александра Ситния, не было Столбовой, Надежды, Татьяны, да, но ей был другой представитель, да, и эта вся информация по поводу проектной документации, она доносилась, а они начинают тут же спустя там пару времени проводить свои пресс-конференции, говорить, что вот это плохо, это плохо, это плохо, при этом, ну, вот честно, складывается такое мнение, что они специально настроены только на одно, в одно направление. Это просто-напросто говорить о строящемся объекте, только плохо, но не разбираться в сути, а что же плохо-то, и в каких моментах-то. Также этот вопрос был по скважинам, по Бурвина, когда там говорили, что скважина не заделана, этот вопрос мы задавали как раз две недели назад, когда были в спецхозяйстве, и рабочая группа изучала проектную документацию, так на этот вопрос мы тогда получили ответ, и там же также присутствовал, я еще раз хочу, представитель среды обитания. У меня вопрос, исходя из новой информации, которую ты озвучил, на совместном выезде общественников, чиновников и строителей полигонов в субботу, ты говоришь, были обнаружены нарушения в хранении строительных материалов, как отреагировал на это САХ, и как вообще возможно в такой ситуации, когда такой контроль тотальный уже организуется, все-таки нарушения есть? Ну, на сегодняшний день, конечно, это была суббота, сегодня понедельник, мы в субботу сообщили, представители спецфотхозяйства сказали, что в этой ситуации разберутся, почему неправильно хранится материал, тот материал, который поступил из Германии, специализированно, о котором нам постоянно все больше и больше говорят, и также я хочу сказать, что на сегодняшний момент мы пошли дальше, мы написали письмо производителю данного материала в Германию по поводу прокомментировать, а как же этот материал должен был храниться, может мы в чем-то неправы в данной ситуации, Ну и чтобы последствия просчитать этого неправильного хранения. Конечно, чтобы последствия просчитать, понимаете, мы подходим с точки зрения и более глобально, более изучаем, более тонко эти все моменты, только по той причине, что это уже практика, это моя практика, когда мы изучали все нарушения, связанные с дорожной отраслью, и в данной ситуации мы будем также изучать и полигон. Я только скажу от себя, что в эту пятницу в 11 часов дня в программе дневной разворот представителей рабочей группы и, я думаю, что он может быть представители среды обитания и чиновники будут у нас в гостях, потому что на этой неделе еще ряд мероприятий, я так понимаю, по полигону осенцев совместных будут произведены. Еще одна рабочая группа, в которой ты принимаешь участие, впервые собиралась на прошедшей неделе в мэрии. На этот раз речь идет о выработке новых правил благоустройства города Кирова. Кстати, меня удивило, что из всех активистов, состоящих в том числе и в общественной палате, ты единственный в вашей группе. Ну, не надо уж говорить, что я такой единственный, да, все-таки там Григорий Поскребышев. Он не член общественной палаты. Он не член общественной палаты, но он тоже активист и активист в рамках экологически активиста. Но меня удивилось, просто Гриша мало говорил о правилах благоустройства, о конкретной теме по водительству. Я сейчас просто, ну, вот когда мне задали вопрос, почему я там оказался, да, я вспомнил, мне просто позвонили с аппарата Городской Думы в свое время. Это был еще ноябрь месяц 2017-го. И сказали, что они, хотите ли вы войти в такую-то рабочую группу, созданную Городской Думой. То есть, это инициатива Городской Думы? Да, это Городской Думы. Они сами звонили конкретно? Да, они сами позвонили тогда. Я сказал, да. А кто еще входит в состав? Ой, у нас в основном входят депутаты Городской Думы, представители территориальных управлений администрации города, представители отдела благоустройства города. И вот от общественников ты и Григорий Паскребышев. Да, получилось так, что практически от общественников только на сегодняшний день я и вот Григорий Паскребышев. Ты понял, зачем вас собирали? Еще скажу, Губин Иван входит. Иван Губин, это политех? Да, политех. Как бы что вы тоже понимали, что там присутствует и образование тоже присутствует. Хорошо, но не только образование, Иван все-таки, можно уже сказать, что и активист уже, который занимается вопросами благоустройства. Что конкретно обсуждалось на первом заседании? Ну, первое заседание было вводное, мы просто обсудили те моменты, которые мы будем прорабатывать в ближайшее время. Какие именно? Ну, это были просто понятия, в чем есть проблемы в благоустройстве города Кирова, и эти предложения подать, по сути, получается, в городскую думу. Вы их поняли? Нет, почему? У нас был промежуток времени, мы первое заседание провели, ко второму заседанию, которое было недавно, мы собрали всю информацию со стороны территориальных управлений, со стороны депутатов, со стороны общественности, кто смог подать эту информацию. И впоследствии вышел такой небольшой документ, который будет внесен, даже не то, что небольшой, он существенный документ на сегодняшний день, о внесении изменений в правила благоустройства города Кирова. Что глобально меняется в новых правилах? Ну, вот сказать, очень глобально меняется, там просто расшифровываются некоторые показатели, связанные, например, с этим же, с ТБО, сейчас это ТКО, да, это говорит о том, чтобы люди на сегодняшний день, ну, в правила благоустройства будет отдельный пункт, что все граждане города Кирова должны заключать договора на вывоз ТБО. Ну, об этом мы говорили. Да, об этом мы говорили. Ну, и очень активно расписаны пункты, связанные с благоустройством территорий города Кирова. Отличия какие? Ну, отличия в том, что вот у нас как раз там была очень большая дискуссия, да, хорошо, очень плотно расписали пункт, связанный с вывозом снега на сегодняшний день, да, то, что там автотранспорт не должен мешать, да, вывозу снега, то, что граждане должны машину убирать. Но вопрос опять же встал. У нас правила благоустройства, это правила благоустройства, они никаким образом не диктуют правила дорожного движения, потому что это федеральный уровень уже, да. И гражданин, где захотел машину поставить, он там и поставил, если нет дорожного знака, который предписывает ему. И никакие правила благоустройства его в данной ситуации не могут его побудить, чтобы он машину убрал. А вывод? Вывод в том, что это все равно, вот все написания вот этих правил благоустройства, они должны в комплексе работать совместно с ГИБДД. Только если мы прописываем правила благоустройства, пункт, что транспортные средства не должны стоять на проезжей части после там 8 часов, да, так извините, мы должны дорожные знаки ставить в данной ситуации, там чет нечет, например, да, где стоянка запрещена, либо временные рамки устанавливать к этим дорожным знакам. Это все должно работать в комплексе. Вот мы к этому моменту подходили. Плюс там, конечно, попытались вот правила благоустройства прописать более плотно благоустройство к кладбища. И там один из таких пунктов было, что за место погребения отвечает гражданин, который похоронил просто-напросто. Который похоронен? Нет, который хоронил, который оплатил за это. Но это совсем было смешно просто-напросто слышать этот пункт. Это, по сути, гражданин, который похоронил своего родственника, должен отвечать за место погребения. А что предлагалось? Нет, вот это и предлагалось. Но давайте не будем отходить с другую точку зрения. Кладбище это муниципальное. И муниципалитет отвечает за благоустройство данного... То есть пока это спорный вопрос? Это спорный вопрос. Я надеюсь, что этого вопроса не будет, потому что мы, как со стороны общественности, и некоторые депутаты высказали против данного пункта. Я поняла, что нужна отдельная программа, но пример с кладбищем очень говорящий. У нас остается буквально две минуты до завершения нашей программы. Я бы хотела поговорить о Дмитрии Александровича Курдюмове и тех событий, которые с ним были связаны в прошедшей неделе, которые, может быть, напрямую не касаются каждого человека, потому что мы сейчас не о поликлиниках. Ты согласен с тем, что Дмитрий Александрович самый яркий политик-чиновник нашего правительства на данном моменте? Правда? Да. Но недели не проходят. С самого начала его вступления в должность, чтобы не было какого-нибудь скандала или скандальчика, или суеты, выяснения обстоятельств, с одной стороны. С другой стороны, приезда в суперизвестных персон, начиная с голодец, заканчивая в Арламовом. Кстати, в пятницу он, наконец, озвучил ответ на вопрос, кто заплатил в Арламову за статью, хвалебную, в адрес наших поликлиник. Он сказал, что мы не платили. Мы не платили. Все. Кто платил, мы не знаем, платили ли вообще тоже непонятно. В Арламов общественник. Да, однако. И это вполне можно назвать скандальной историей, потому что Дмитрий Александрович умудрился за последнюю неделю дважды вызвать волну возмущений журналистов его некорректными, так назовем, поведениями в отношении к выдаче этим самым журналистам информации. Об этом писали сами журналисты на своих страничках в соцсетях. Информационная политика заместителя председателя правительства, она до того довела, что предложили даже забанить его. И причем предложили самую уравновешенную нашу журналисту, вроде Андрея Андреева, представителя СОПКОРа российской газеты. А Лена Жолубова, главный редактор своего Кировского, предложила объединиться, выступить единым фронтом против замалчивания и разных других трюков Дмитрия Александровича. Ты читал вот это? Я, конечно, слежу за этим всем. Я все это читал и все видел. И я вам хочу сказать, что Дмитрий Александрович, он молодец в данной ситуации. Он в лучших стилях пиара, мне кажется, работает. Мы все о нем говорим, мы все о нем слышим, и мы все о нем обсуждаем. И это правильно с какой-то точки зрения. Тут есть, как говорят, положительные, отрицательные нотки в данной ситуации. Но Дмитрий Александрович тут же резко исправляется, и Лена Жолубова резко пишет положительные нотки. Это о чем говорит? О том, что он молодец, он правильно действует, он работает в лучших жанрах пиара на данный момент. И многие чиновники, многие политики должны просто-напросто у него поучиться. Держит удар. Да, он держит удар, он сам этот удар создает, можно сказать, да, и он сам этот удар держит в данной ситуации, да. А если серьезно? Если бы о всех так наших министрах, замгубернаторов говорили и постоянно писали, мы бы с полос, наверное, первых изданий России бы не сходили. То есть ты сейчас, подожди, ты сейчас осуждаешь журналистов, которые возмущены тем, что не додается информация, через неделю, например, даются комментарии, вот это вот все. Нет, ну это, вот знаете, с моей точки зрения, да, вот как я на это все смотрю, было бы все по-другому, журналисты бы говорили еще по-другому, да, там опять про это, про то, а тут... Дай только журналистам поговорить, да. Да, дай только поговорить, да. И в данной ситуации, правильно, дали одну информацию, потом немножко попридержали, дали другую информацию, либо опровергли... То есть ты политику соцблока, которая осуществляет, в частности, Дмитрий Александрович Курдюмов, информационную, одобряешь? Конечно. Я одобряю. А о чем тут еще говорить? Нет, о чем тут еще говорить-то? Нет, это правильно, зато о соцблоке говорят, будут говорить, а о других-то блоках практически ничего не говорят. Вот, например, прошла пресс-конференция Кочеткова, да? Максима Николаевича. Да, Максима Николаевича, кто о ней много говорил? Лес, промышленность, экология. Ну, очень важные темы, да, лес, промышленность, экология. Но почему-то наши СМИ, они не так сильно говорили, по крайней мере, о той пресс-конференции, которую провел Дмитрий Александрович Курдюмов. То есть еще поучиться. Еще поучиться. Понятно, это было особое мнение Константина Сичихина, члена Общественной палаты Кировской области. Закончилась программа. Меня зовут Светлана Занькова. Спасибо большое. Всем хорошего дня. До свидания. Особое мнение на 101FM.